Продолжение следует... Продолжение следует... Частица, которая придает глаголу отрицательное значение. Не. Слова, близкие по значению, но разные по звучанию. Синонимы. Слова, противоположные по значению. Антонимы. Частица не с глаголами пишется раздельно. Молодцы! Прочитайте слово, которое получилось по вертикали. Спряжение. Это ключевое слово нашего урока. Тема урока. Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. Первое и второе. Спряжение глаголов. Сегодня вы узнаете, как определить спряжение глаголов. Прочитайте текст, почему нужно беречь воду. Ты пьешь чистую воду. Но помни, количество пресной воды ограничено. Она составляет очень маленькую часть от общего объема воды на планете. У более миллиарда людей в странах Африки и некоторых азиатских странах нет постоянного доступа к чистой воде. Имеющиеся там водоемы ужасно загрязнены. Воду из них пить нельзя. Планета стоит на грани водного кризиса. Ребята, почему нужно беречь воду? Потому что пресной воды очень мало на Земле. Если мы будем ее загрязнять, не будем экономить, то в скором времени воды, пригодной для питья, не останется. Определите время глаголов «пьешь» и «стоит». Выделите окончание. Что делаешь? Пьешь. Настоящее время. Окончание. Ёж. Что делает? Стоит. Настоящее время. Окончание. Ит. Поставьте эти глаголы в неопределенную форму. Пить. Стоять. Просклоняйте эти глаголы в единственном и во множественном числе. Давайте проверим. Я пью. Окончание. Ё. Я стою. Окончание. Ё. Ты пьешь. Окончание. Ё. Ты стоишь. Окончание. Ишь. Он пьет. Окончание. Ё. Он стоит. Окончание. Ит. Мы пьем. Окончание. Ё. Мы стоим. Окончание. Им. Вы пьете. Окончание. Ё. Вы стоите. Окончание. Ити. Они пьют. Окончание. Ют. Они стоят. Окончание. Ят. Изменение глаголов по лицам и числам в форме настоящего и будущего времени называется спряжением глаголов. В русском языке выделяют два спряжения. Глаголы первого спряжения имеют окончание Еш, Ёш, Ет, Ёт, Ем, Ём, Ети, Ёти, Ут, Ют. Глаголы второго спряжения имеют окончание Иш, Ит, Им, Ити, Ат, Ят. Окончание глаголов в настоящем и будущем времени – это личные окончания. Давайте сделаем вывод. Глаголы настоящего времени спрягаются, то есть изменяются по лицам и числам. Глаголы будущего времени спрягаются так же, как и глаголы настоящего и имеют такие же личные окончания – пою, спою, поем, споем. Ударные личные окончания глаголов пишутся так, как слышатся. В зависимости от личных окончаний глаголы относятся к первому или второму спряжению. Выполним задание. Измените глаголы настоящего времени по лицам и числам. Обозначьте личные окончания глаголов, поставьте ударение. Проверим, так ли у вас получилось. Первое лицо – единственное число. Иду – окончание у – под ударением. Молчу – окончание у – под ударением. Первое лицо – множественное число. Идем – окончание йом – под ударением. Молчим – окончание им – под ударением. Второе лицо, единственное число. Идёшь, окончание ёж, под ударением. Молчишь, окончание ишь, под ударением. Второе лицо, множественное число. Идёте, окончание йоти, под ударением. Молчите, окончание ити, под ударением. Третье лицо, единственное число. Идет, окончание йод, под ударением. Молчит, окончание ид, под ударением. Третье лицо, множественное число. Идут, окончание уд, под ударением. Молчат, окончание ад, под ударением. Спряжение глаголов с ударными окончаниями определяются по окончанию. Выполним задание. Измените глаголы «спеть» и «постоять» по лицам и числам. Настало время проверить. Первое лицо. Спою, постою, споём, постоим. Второе лицо. Споёшь, постоишь, споёте, постоите. Третье лицо. Споёт, постоит, споют, постоят. Выполним задание. Прочитайте словосочетание, определите лицо, число и спряжение глаголов. Распределите словосочетание на две группы по спряжениям глаголов. Проверим, так ли у вас получилось. В первый столбик мы определили словосочетание с глаголами первого спряжения. Пьют молоко. Во второй столбик мы определили словосочетание с глаголами второго спряжения. Блестит на солнце. Он блестит. Третье лицо, единственное число, окончание ид. Шуршат в траве. Они шуршат. Третье лицо, множественное число, окончание ад. Позвонит по телефону. Он позвонит. Третье лицо, единственное число, окончание ид. Говорим друзьям. Мы говорим. Первое лицо, множественное число, окончание им. Лежат в комнате. Они лежат. Третье лицо – множественное число окончания ад. Громко свистишь. Ты свистишь. Второе лицо – единственное число окончания ишь. Подведем итог урока. Глаголы в настоящем и будущем времени спрягаются, то есть изменяются по лицам и числам. В зависимости от личных окончаний глаголы относятся к первому или второму спряжению. Оцените, на какой ступеньке лестницы успеха вы находитесь. Если вы еще не уверены в своих знаниях и нуждаетесь в помощи, пересмотрите урок повторно или обратитесь к учебнику. Молодцы, ребята! Всем большое спасибо! До новой встречи на следующем уроке русского языка! Редактор субтитров А.Семкин